всем привет дорогие мои друзья сделал я вот такую вот шаурму называется порви едала и сейчас я ее буду внедрять в организм а также я буду внедрять самогоночку которую в данный момент гоню скажем так снимем пробу каким образом я буду жрать эту шаурму я что-то даже сам не представляю как-то надо ее слопать ну что ж друзья мои быть добру что-то были наш прослезился крепковато походу ну чтож каким-то вот таким образом надо ее поедать а куда деваться же не показал она пришел с ума сошел это шума больше меня кушали и сам вот придется самому есть ништяк два пальца вверх друзья обалденная тема чем расскажу сказку бабаску как я на хлебзаводе работал было это далеком девяносто восьмом году устроился я на хлебзавод грузчиком а там у нас было хлеб завод и кондитер там ну печенье там хлеб там кушал это все в порядке вещей однажды захожу в кондитер а мне девки говорят виталий тащи чего-нибудь такой емкость они там какие-то торты делали мы сейчас тебе крема офигенного дадим дадим а я в то время худой было на этом был 50 килограмм все удивлялись как я мешки таскаю в этом вагон разоружали с солью с сахаром с мукой его и жесть я мертвый домой приходил шел домой а ноги не шли ну вот-то я короче ходил ходил в натуре ёкарный баба чё за дела ну чё найти ну ничего куда крема нахерачить ну я значит иду на круг где батоны беру свежий батон корочку надорвал вытаскиваю из него всю мякоть одна корка остается ну и к девкам говорю давайте мне в батон ну они мне короче внутрь батона этого крема хернули только пулять бутерброд не хуже этой шаурмы только с кремом я в течение дня пока работал этот батон сожрал ну сначала все бы ничего даже домой пришел так мне начало колбасить мне плохо я бы и на очко и срать и блевать у меня изо всех щелей блять этот крем пиздец короче пережрал я его до сих пор терпеть не могу посидеть потом тем такая была у нас грушевая эссенция в 20 литровых бутылях на складе в карамель что ли куда-то там добавляют короче хрену знает откуда она там вообще взялась ну куда-то добавляют может начинку какую в ней 70 градусов блять тебе хер выпьешь она такая концентрированная это просто кошмар витёк белый орел погоняла напарник мой на этом хлебзаводе там сто лет работает работал давай сейчас пойдем пизданем эссенции ну и отшел давай как ее жрать я вообще не пойму ну вот пошли значит мотосклод а склад получается в конце склада сырья над куполе эту бутылку ебнули бля я еле проглотил я чуть не сдох там нахер вытек ему похеру он пил вообще как мне даже кадык не шевелился мы как башку запрокидывали того вливает туда хоть стакан хоть бутылку или похер мороз он короче сидит пиздячит ему до пизды а я так десел выпил я говорю там ель проглотил ну и сидим там лясый бассейн а дверь закрыта в этом железный такой барабан бам-бам-бам бутылку эту ныкаль бля ну как ее есть что-то я подзабалдел что-то дал стаканчик е-мое на голодный желудок вообще давайте друзья быть добро крепко пробирает так вот вы только дверь открывает стоит бригадир наш баба вы охуели вашу мать туда-сюда мы что такое что такое а мы сидим не чуем она блядь эссенции прет по всему хлебзаводу она короче из своей там этой кунуры каптерки учуяла а она туле там вонь такая от нее эта жопа спалена как мы сахар пиздили сахар дрожжи зимой во внутреннем кармане зимней куртки дырку делаешь и туда за подкладку пакетик сахара насыпешь так чтобы плоский он был или пакетик сахара плоский сделаешь и в трусы под яйца хоп и понес эти черти там бугры блин воровали мешками машинами мы так по децу по мелочи масло растительное там кузырьками ахера там не платили ни хрена вообще копейки какие-то не помню даже сколько чего раз на работу приходим зима пришел короче вагон с солью соль юдированная в мешках по 50 килограмм она походу сырая была мешки все смерзли мешок как камень и вот надо разгружать у тебя метров 500 от хлебзавода ну послали туда машину грузчиков ну а мы остались на хлебзаводе принимать это был трындец я домой приполз у меня все плечи тут загривок аж содрал все до крови в кровь уставал так до тошноты до болевотни что во мне самом было 50 килограмм в мешке 50 килограмм целый денег жесть вообще хоть такую пиздос друзья вообще полночный шаурма шаурма парвенала нахер случаев там нахер заводит дохера было вот один случай сейчас я вам скажу был там ваван на лачи мужик такой такой уже ну в годах в отце мне годится был ну значит прибухнули на заводе ну и кто-то походу сдал его инженеру сука такой был вообще инженер а дело в том что уже разошлись по домам он после работы к нему домой приезжает жена выходит где Володя чаш позову Володя выходит на работе пил он правда не будь дурак какой я домой пришел туда-сюда нет ни хера ты на работе пил и выгнали мужика еще там статью ему какую-то спаяли ну уродами охранники были была там премия за то что есть что-то найдут одна баба вредная была готова в трусы было залезть ну правда не давать сука вредная парня старая почти ой друзья неужели я почти доел а ситровой завод у нас был ситро делали я там правда не работал пацаны работали таскали а тут чили блядь тоже хер выпишу густой такой у меня дедушка им самогонку закрашивал когда гнал круто было ой друзья мне даже третий стопка не полезет вот так вот шаурма порви не дала все друзья мое пошел я руки мыть умываться быть добру друзья быть добру новостной mess meer mint во beaucoup все в Редактор субтитров А.Семкин